Песня «Святая Светлая» 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 Время Отца и Сына, и Святого Города. Мы слышали в книге «Перяди» сегодня этого окружающего, что вы стоите и смотрите на нем, обращенные ангелами, ученикам и престолом. Мы смотрим на Господа, мы ищем его виску с весна, того, чьё имя означает «Сна и Бог». За три коротких года пребывания Господа с учениками и узнали, что небо пребывает на земле. Когда Христос был с ними, небо соединилось с землей и не отступало от нее. Слово стало плотью, и они увидели славу Его, как единородного от Отца. И они видели Его, некалекающуюся любовь к роду человеческому, ко всем им. А теперь-то, как Господь в воду, они боятся, как бы то, что Он соединил небо и земля в вечные времена. И они снова не отступают друг от Отца. Они смотрели на небо, не отрывая своего узора, как дорога природы. Ухо Галилейский, что вы стоите и смотрите на небо. Перестаньте быть печатательными созерцательными. Вернитесь на землю. Вот дело, на которое послал вас Господь. То, что вы ищете на небе, уже присутствует здесь на земле. Сегодня мир, впрочем, как и всегда, больше всего страдает от того, что не знает присутствия у него Бога. Посмотрите на нашу Россию. По официальной статистике в ней есть 50-х и 90-х годов. Если спросите, не являйте ли вы Бога, то почти все ответят утвердительно. Но если спросите, когда у вас было последний раз благодатное переживание в присутствии Бога, Большинство из них не будут знать, что отвечать. Мы понимаем, что духовная жизнь сокровенная. Но то же самое вопрос можно поставить по иному. Для скольких причастия Святых Христовых Та, Исповедь, Слово Божие и молитвы являются жизненно необходимыми, то без чего они не могут жить. И насколько для нас реально присутствие Бога в нашей каждодневной жизни, когда мы находимся дома, или на работе, или на институте, или на улице, во всяком общении везде. Бог удаляется от нас на небе. Но Он хочет, чтобы мы искали Его присутствие здесь и земле. Не витая в облаках, не ища каких-то особенных, утонченных, духовных переживаний, а Его Самого. Мужи галерийские, что вы стоите и смотрите на небо, говорят о Боге. Вы приведете Бог Святой, который зайдет на вас. Дух Святой – это присутствие Бога с нами. Бог Святой – это дыхание Божественное, которое делает нашу жизнь живой, и от которого просвещается всякий свет. Когда мы пьем из источника Слова Божия и Таисто Божия, нам дается узнать, что небо присутствует на земле. Когда мы стараемся изо всех сил заботиться о тех, кто нам очень не нравится, вот близкий небо падает на нас. Когда мы имеем мущество сказать «да» в жизни, принимая в жизни красоту Богом сотворенного мира, перед лицом мучительной и исцельной болезни, перед лицом смерти, когда небо открывается небо. Когда мы видим, что зло торжествует, теперь поражение за поражением, но, несмотря на это, преодолевая умение, продолжая дело Христовой любви, небо пребывает зло. Когда не знаем, о чем мы помолимся, и все-таки молимся среди мраковой событий, обретая силы для борьбы, небо прославится нас. «Мужи и жены Галимейские, и Иерусалимские, и Каримские, и Московские, что вы стоите и смотрите на небо, Христос посреди вас есть и будет, отвечают священники от имени всех верующих за божественные труды, что вы стоите и смотрите на небо. Мы ждем второго пришествия Христова, мы ждем, когда Господь скоро придет во славе, чтобы упразднить всякое зло на земле и самую смерть. Мы стоим и смотрим, когда Господь придет во славе, чтобы уничтожить всех врагов своих и дать полное освобождение от всякого плена всем верным. Первые христиане живы и ожидали, второе пришествие Христово. Того последнего дня, когда Господь попалит в огне у Гусина, племя и овши Иисусу, и берет жидницы свои. Многоапостол Павел говорит, что некоторые ничего не делают, а только смотрят и смотрят на небо в ожидании второго пришествия Христова. И ангелия проповедает в ожидании второго состояния. Вы приметесь в силу, когда зайдет на нас Дух Святой, и вы будете свидетелями Господа Иисуса Христа в Иерусалиме, и в Аруде, и в Самарии, и даже на края земли. Господь хочет спасти все, что только можно спасти. Он являет нам силу Своей любви на кресте Христово, и в Воскресенье, и Аруде. Мы видим в ней знамение того, что все враги Божьи сокрушены, и все наши грехи будут покрыты. Но сила Божьей любви совершает большее. Вознесением Господнем открывается вечно, конечное, совершенное единение неба и земли. Непостижимая Божья сила дается нам, чтобы мы до конца поняли, познали, что новые небы и новые земли соединились в смерти и воскресенье Христово и в Его вознесении. И это и есть путь Церкви, и это и есть жизнь Церкви, благовестием Христовым, даром Пятидесятницы, обновлением Святаго Духа. Аминь. Спасибо. Спасибо.